хочешь приобрести 23 фифу или любую другую игру на playstation но не знаешь как в этом тебе помогут ребята из ps трубай они смогут купить любую игру дополнение подписку или просто пополнить твой кошелек турецкими лирами оптимальный курс быстрая и качественная работа с каждым клиентом большое количество положительных живых отзывов что самое главное ну а также никаких переплат ребята порой бывает дешевле даже если бы у вас работал ps store в россии заинтересовались залетайте по ссылке в описании там вы найдете все подробности также ребята могут помочь вам приобрести игры в стиме всем привет дорогие подписчики и зрители канала с вами локи и мы продолжаем карьеру за лондонский арсенал fifa 23 огромное спасибо ребята вам за поддержку прошлой серии за ваши лайки и комментарии предложения по трансферам продолжайте в том же духе ну а я буду продолжать радовать вас новыми роликами давайте постараемся до завтра под этой серии набрать больше двух тысяч лайков просмотры набираются очень здорово поддержите и лайком этот видосик также не забывайте подписываться конечно же на канал и залетать в телегу ссылочка из закрепленном комментарии там все новости анонсы выхода серий стримов и многое другое всем буду рад ну а мы ребята продолжаем сегодня третий тур английской премьер лиги мы встречаемся с саут гемптон у которых три очка у нас 6 ну и как мы видим пока что лидирует манчестер сити потому что они в отличие от нас пока не пропускали они встречаются с ливерпулем это тоже довольно интересная встреча вообще в принципе вот так вот у нас выглядит турнирная таблица не здесь есть уже интересные команды например кристал пелос довольно высоко забрались астон вилла пока что 3 с двумя победами но это только лишь начало сезона и как мы видим манчестер юнайтед расположился пока на шестнадцатой строчке лиц юнайтед замыкает турнирную таблицу возможно сегодня мы уже отправимся не в лигу европы посмотрим как там будут складываться дела в календаре ну а вы ребята усаживайтесь поудобнее наливайте себе чаек берите печеньки вкусняшки давайте быстренько взглянем то у нас здесь есть но это понятное дело пока что какие-то информации по поводу вызова в сборную футболистов у нас игра против саутгемптона играем и дома и есть небольшая усталость нужно посмотреть кого мы можем сегодня выпустить пришлось сделать ротацию нкете сегодня с первых минут выходит также как веера также появился уайт у нас в обороне ну а все остальное ребята без изменений как мы видим у некоторых игроков тонус не в лучшем виде даже у того же джаки который казалось бы завил два гола играл весьма и весьма неплохо но пока что ребята не лучшая форма у нашей команды будем биться и давайте отправляться на первую игру у саутгемптона пока что одна победа из двух матчей мы смогли завоевать 6 очков после двух первых туров и сейчас мы будем биться на своем стадионе и в надежде забрать еще три очка и пока что не отпускать ближайших лидеров турнирной таблицы далеко я честно скажу скажу ожидал что арсенал посильнее будет но на ультимейте за этих парней приходится иногда попотеть может быть со стороны кажется что игра осталась примерно той же как и было в двадцать второй части но именно по игровым ощущениям ребята именно по всей игровой структуре механики чувствуется что это уже что-то другое если вы играли в двадцать вторую часть на пк или на старых консолях поверьте мне вы почувствуете разницу как я ее почувствовал когда перешел с пк версии 22 фифы на версию ps5 ну а в двадцать третьей части тоже произошли изменения игра стала помедленнее вот знаете она стала что-то таким вот средним между пиэсом и фифой то есть скорость которая раньше была фифе стала как-то потише что раньше всегда отличало именно пиэс в этом саундгемптон в атаке здесь был небольшой рикошет здесь там я су здорово мне кажется знаете там я су это один из тех защитников которые пока играют нашей команде лучше всего дети классная передача там я су пошел в атаку ребята и он забивает гол вот только-только стоило этого парня похвалить что он очень классно действует в обороне а он забежал в атаку получив передачу анкете от анкете забивает гол залетая в штрафную 15 метров до ворот ну и здесь там я су показал просто высший класс надо ребята он показывает смотрите на что я способен я вывел свою команду на 13 минуте вперед ну и нужно не останавливаться нужно показать сейчас свою силу при игре дома там я су пошел встречать соперника пока не получилось классная передача здесь центр штрафной но дальше все перекрыто хороший пас на фланг на что дальше сака развернулся тирни выстрел слева и а вот здесь уже голкипер саундгемптона спасает и тоже был неплохой удар тир не может приложиться вот если бы чуть-чуть повыше и левее мартинелли крутит в дальний какой галешник мартинелли ребята здесь он показал просто высший пилотаж 20 на 25 этот парень освоился на футбольном поле и посмотрите как шикарно он закрутил это просто пушка просто пушка мартинелли не успели защитники накрыть ну и угол кипера просто никаких шансов это 2-0 к середине первого тайма и пока знаете как эта игра складывается ну довольно легко для нас мы особо ничего не делаем сверх естественного в этой атаке вообще в принципе по игре а момент за моментом еще энкетия бьет но хотя бы створ попал удар по воротам вот и наш голкипер ребята вступил в игру и новая атака ой 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 там я су привез момент я хотел отыграть голкиперу а в итоге ребята просто подарил мяч капитану саундгемптона и он расстрелял наши ворота и вот здесь с этого ракурса вот тут я хотел отдать именно голкиперу а там я су почему-то начал отдавать во фланг партнеру по обороне но это сыграло в пользу гостей 21 там я су вот сюда в центр забить мяч летит мимо хватаются болельщики арсенала за голову нужно было забивать 3 но вот у меня часто так бывает вроде бы игра идет игра дается создаем моменты особо не позволяем сопернику что-либо сделать ну а потом просто какая-то ошибка и я сам себе привожу момент а здесь по моему офсайда у тирни еще одна атака с аутгемптона и 2-2 ну вот стоит просто дать момент сопернику и в итоге адам сравнивает счет уже в начале второго тайма да в первом было все просто ну а во втором мы допустили две ошибки и здесь адамс просто беспрепятственно расстреливает ворота смитро у нас выходит вместо мартинелли и ребята 2-2 уже ничья вот так вот мы растеряли все свое преимущество которое добыли в первом тайме удар по воротам я на секунду подумал что и сейчас голкипер наш пропустит ой 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 как грубо как грубо против кетти сыграли но можно продолжать атаку можно ребята я бы даже сказал нужно маркини с удар по воротам и гол этот парень вышел и забил отличный гол ребята 3-2 а интересно будет ли отложенная карточка желтая сопернику за такой грубый подкат сзади в ноги нкете сыграла замена и ликуют фанаты и мы снова выходим вперед опасная передача и снова там я су в нужный час оказался там где надо дети набирать скорость пока свободная зона дети бежит сам кому бы сделать передачу попробуем вира удар по воротам сегодня фантастика залетает сегодня ребята парни в ударе хорошие голы 42 вот и пабло вира забивает гол мы как только дают свободные зоны на поступок штрафной нужно бить и оформлять вот такие вот голы три красивейших удара из четырех голов так у нас по моему ребята было уже три замены да еще момент и какой гол залетает уже в наши ворота настоящая перестрелка у нас первом матче на 82 минута 4 3 ну вот и снова здесь уже мы дали простор для атаки посмотрите какой хороший обводящий удар замен ребята сделать больше нельзя кто-то говорил мне что в 23 фифе обещают пять замен но нет мы сделали три на этом все закончилось дети вира еще момент адамс поле покидает на остаются считанные минуты ребята до конца этого матча но мы сейчас не будем торопиться им нам торопиться некуда ну же забить еще удары гол это ребята 5 3 и кто забивает то ребята кто забивает по моему если я не ошибаюсь это именно анкетти который раньше не мог попасть и в створ ворота сегодня забивает в концовке мяч ворота саут гемптона ну не растерялся парнишка суета была в штрафной а он бахнул слева и вот я не знаю но что то с вратарями они как будто иногда на рандоме отбивают мяч когда ли он летит рядом с ними я конечно не вратарь я не знаю может быть реакции не хватает когда вот так вот быстро рядом с тобой мяч пролетает и ты просто не успеваешь среагировать не действительно ребята анкетти забивает гол и открывает счет голам бомбардирской гонки а может быть мы еще успеем что-то придумать еще одна передача на анкетти он катит дальше забить но здесь томас парти по моему билдаем и это выглядело так будто он уже закатывает просто противоход пустой угол настоящая заварушка получилось у нас на футбольном поле и 8 мячей на двоих забили команды да иногда такое бывает чемпионате англии но главное это то что мы сегодня ребята смогли забрать 3 очка в домашнем матче после трех туров друзья мы вышли на чистое первое место и пока что мы единственные у кого из 9 очков манчестер сити сыграли в ничью с ливерпулем у них 7 у тоттенхэма 7 учелси 7 но здесь знаете это такое отставание которое может под на после одного тура измениться как лучшую так и в худшую сторону поэтому пока эти девять очков ничего не значит но мы ребята завоевали три победы в трех матчах это здорово сейчас едем в гости к фулхому у которых всего лишь одно очко пока что после трех игр и я думаю они сейчас будут стараться выгрызать мяч вместе с нашими ногами поэтому нужно действовать очень внимательно вот они стартовые составы я ребята начал перестраивать зинченко на цп через четыре недели он сменит позицию будем его выпускать чаще в центр поля потому что все-таки на левом защитники честно скажу тирни он довольно сильно проигрывает как в борьбе так и в скорости в подключении в атаку не знаю вот в этой части фифы пока зинченко мне особо вообще не заходит как то вот 21 по моему я за него играл он прям шустренький хороший парень а здесь как-то пока не заметен возможно в центре поля раскроется будет больше приносить пользы ну а так ребята поехали на матч как только нам дают простор для атаки момент для удара мы наказываем это получилось матче против саут гемтона забили 5 голов но и пропустили ребята 3 нужно улучшать оборону и здесь скорее даже улучшать не персонали которые у нас там играют а именно мне улучшать свою игру так как иногда я просто теряюсь и стоит знаете вот упустить соперника и все и уже не успел переключиться не успел отнять и тебя наказали в принципе точно так же как и мы наказываем соперника если они теряют мяч у своих ворот или просто нам его отдают по ошибке улхом хорошая атака им хорошая оборона до пока может быть не все у них получается но эти парни ребята бойцы поэтому сегодня нам точно легко не будет но наша команда хотя бы сейчас начинает немножечко знаете приходить себя вот первый удар и уже наш вратарь вступает в игру хороший такой плотненький выстрел в ближний но на месте голки персака и снова вратарь чумовая реакция ребята улхом принялся за дел уже на первых минутах создали два опаснейших момента надо вынести мартинелли габи жезус передача в центр далековато здесь джака конечно мяч себе прокинул это тирнии выстрел слева и какой удар в дальнюю девять ребята но к сожалению немножко не повезло у тирнии действительно заряжает выкатывает на жезуса жезус он пытался перебросить но ребята не вышло а вот сейчас жезус левой точнее с правой в левый угол соперника но здесь снова вратарь два хороших момента габи жезуса и вот отсюда подачку на дальнюю штангу мартинелли и какой гол ребята этот парень просто в ударе он просто ребята в огне 0 1 мартинелли продавливает защитника и шикарная подача да я думаю этого парня потом захотят купить у нас в ноги посмотрите как он здесь продавил защитника прокинул мяч в дальний нижний угол головой это его второй гол в четырех играх здесь уже футболисты фулхом растерялись нам повезло что начало сезона получилось не самыми серьезными командами поэтому можем как-то знаете пока притереться тирнии далековато далековато мяч отпустил мартинелли передачная дегора им вас дальше и вот сюда на жезуса жезус сака удар поворотом и ребята мимо и новая атака фулхома концовка первого тайма нельзя ребята сейчас пропускать опасно и мы пропускаем и опять рикошет ребята опять последние секунды таймой фулхом сравнивает счет я не знаю как там прошла эта передача мяч опять кого-то задел и просто достался сопернику буквально на пустые ворота вот тут смотрим там ясу зацепил мяч немножко ногой но тот все равно отрикошетил центру ну и наши ворота расстреляли вот самое обидное когда ты пропускаешь именно такие голы вроде бы целый тайм все было под нашим контролем мы создавали моменты мы забили мы не пускали соперника вперед но одна единственная так и провалилась наша оборона мяч достался легко сопернику но вот теперь в центр сака забить это гор перебрасывай голки пера полетел мяч ворота нет джака хотел здесь всех перехитрить и просто пускал парашютик еще один удар и 21 а вот так вот фулхом выходит вперед стоит просто один момент им дать и в итоге 21 эти парни ребята выходят вперед мы уже уступаем и растеряли растеряли все то что создали но вот здесь опять просто махнули ногой мимо мяча и шикарный выстрел в дальний угол это 21 пас ногами жезуса жезус мяч сохраняет мартинелли и надо стелить в дальний мартинелли хороший эпизод и будет угловой это гор забросик на мартинелли вот прокидывает мяч в центр и вот отсюда в дальний мартинелли чуть-чуть ближе стоило подойти давайте парни мы сейчас начали поддавливать соперника сака габрель джезус ну сколько моментов сколько моментов и как им забить 73 минута мы снова разыгрываем снова эдегор залетел в штрафную удар по воротам ближний добивай и мяч залетает в ворота это габриэль это ребята габриэль проталкивает мяч головой это ничья 2-2 74 минута ну вот как я и говорил когда не может забить нападение нужно чтобы помогла оборона сегодня забивает там я су сегодня забивает габриэль ну и давайте смитро выйдет вместо сака там я су главное не пустить соперника ну как разыгрывают я не знаю ребят просто не знаю как это законтрить я просто не понимаю я не успеваю переключиться и отнять мяч какой-то момент ты боишься что зацепишь ногу соперника я в итоге просто им как корова на льду махаешь ногами мимо и тебя наказывают фулхом выходит вперед вот здесь это конечно пяточка была божественная сразу трех наших футболистов обрезали одной передачей и фулхом за три минуты до конца выходит вперед главный арбитр этого матча добавил три минуты они ребята уже истекли и и фулхом особо не торопится на ней еще и угловой заработали вот наши первое поражение в чемпионате не получилось к сожалению хотя бы ничью вырвать но нужно нужно улучшать игру в обороне но посмотрите вот на микроконтроле просто они какую-то фантастику показывают и искусственному интеллекту без разницы какой уровень футболистов у него в команде этот микроконтроль просто восхитительный мы ребята проигрываем проигрываем по делу из-за своих ошибок ну и давайте посмотрим как там обстоят дела в турнирной таблице мы ребята опустились на третье место в эсхэм вместе с нами идет бок о бок а челси вышли на чистое первое место с десятью очками манчестер сити опустился ну как мы видим ребята но у них еще игра в запасе да они могут принципе сравняться с челси но некоторые команды тоже как и мы где-то оступаются поэтому все пока нормально пресс-конференция перед в матчем лиги европы будет трудно участвует много хороших команд однако уверенность очень важна сложный турнир лига европы способна ли ваша команда выиграть его в этом сезоне у нас крепкая команда но и соперники не лыком шиты психология будет иметь решающее значение пару побед и у парней будет нужная мотивация для вас начинается лига европы вы сможете победить в первом матче мы ждали этого матча это возможность держать первую победу в лиге европы игроки ждут есть нетерпением psv арсенал формально равны и по силам команды каким будет ваш подход к этому матчу вы знаете как мы играем последнее время нам нужно действовать сообщай тогда у нас все получится в матче против psv я в этом не сомневаюсь ну что ж ребята не вот и старт лиги европы вот наша группа арсенал psv цурик и фк вода глимт я честно сказать не знаю кто это поправьте в комментариях может быть я и знаю команду но пока вот по названию особо как-то не припомню давайте смотреть на стартовые составы вот они ребята да и он нас три атаки тиль у них интересный состав хорошая быстрая команда так что будет непросто и ребята поехали мы играем дома это старт лиги европы нам показывают мартинелли и многое сегодня может зависеть именно от этого парня ну а вот и psv потихонечку подтягиваются к раздевалке это будет хорошая игра и хороший старт евро сезона для нашей команды все таки нам нужно в первом сезоне собрать такую команду которая на следующий сезон сможет показать себя с лучшей стороны уже в лиге чемпиона команды появляются на футбольном поле показывают нам вот такую вот поддержку от болельщиков вот таким вот перформансом ну и конечно показывают нашу группу где как мне кажется мы и psv это как раз те две команды которые должны бороться непосредственно за первое место в группе футболисты готовы и можно начинать и ребята поехали центра поле psv разводит мяч пусть как говорится победит сильнейший главное не допускать таких ошибок которых мы допустили в матче с фулхом не дарить мяч сопернику габриэль проскочил мимо тирный пошел встречать ну и хотя бы хотя бы на угловой выбили четвертая минута и все теперь спокойно выходим в контратаку сака эдегор передача в центр и вот сюда дальше здорово габи джезус удар по воротам и он не попадает там ясу сака скидка в центр получится нет но мы мяч все равно сохраняем сакам ну же это гор мартинелли перекладина добить и снова снова соперник отскакивает полчаса уже позади вот так вот быстро идет время этой встречи эдегор передача на габи джезуса джезус набирает скорость ну же джезус забей эдегор ворота пустые надо было наверное перебрасывать пас на сака здорово сака удар по воротам и снова голкипер я уже честно сказать не знаю что нужно сделать чтобы этот парень сегодня пропустил сака джезус на двоих разыграли удар сака и он снова вытаскивает куча моментов первом тайме и очень здорово действует наше нападение но пока ни в какую соперник пропускать не планирует это эдегор мяч под лево и удар эдегора вот так вот нужно забивать эдегорчик красавец сорок третья минута один ноль по капитанский вонзил мяч в дальний угол ворот мы выходим вперед матчи против псв и пока соперник ну просто вжат к своим воротам и здесь шикарно еще успел подпрыгнуть мартинелли и это один ноль ну а в другом матче нашей группы цурик пока уступает тоже со счетом 0-1 у нас начался второй тайм и мы сразу же понеслись в атаку забросик на джаку джака мяч прокинул джака какой гол ребята этот парень просто показывает какой-то разнос в последних матчах в прошлой серии он помогал нашей команде и здесь как танк проскочил прокинул и бахнул как из пушки вот это начало второго тайма и джака шикарно с 14 метров очень опасный удар он скакнул прямо под вратаря такие мне кажется ребята просто не берутся там я су прокинули через него мяч ну дальше подстраховка все в порядке сака и вот опять опять мяч каким-то образом просто проскакивает удар и дал кипер молодец отбились габи жезус шикарно на грудь мяч принял и теперь побежали вперед ну что за защита что это за супермен который ребята упал поднялся еще и жезуса с мячом догнал опасная передача скидка под удар там я су не успели накрыть псв один гол отыгрывает давайте нкете выйдет вместо габи жезуса ну а псв реализует здорово свой момент хорошую стеночку здесь разыграли ну и здорово нападающий псв заскочил в нашу штрафную пробил и ребята отыграл один мяч 2-1 Мартинелли ну же ну же нкете надо бежать нкете удар поворотом и гол вот так вот этот парень выходит наконец таки он начал попадать а как все легко здесь просто его отпустили а он свеженький в зону ворвался и классно пробил передача на саку Эдегор набирает скорость можно сыграть в центр здорово сакка набрасывай удар поворотом Мартинелли Вира выходит на 85 и голкипер штрафной смотрите псв насколько отважные они ребята решили пенальти а нет удар от ворот будет здесь штрафной фолл против голкипера но честно им повезло я уже хотел выносить и бежать на пустые ворота Вира здорово нкете сака поддерживает атаку и можно сюда налево сыграть Вира удар в дальний спасает перекладина первая победа в группе со счетом 3-1 у себя дома мы обыгрываем псв ликуют болельщики надеюсь выпуск вам понравился и вы поддержите его своим лайком пишите комментарии подписывайтесь на канал ну а с вами был Локи всем спасибо всем пока 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 Продолжение следует...